Плюс 8,5 градусов по Цельсию. Такую среднюю дневную температуру зафиксировали синоптики в Перми за первую декаду апреля. Потому некоторые автомобилисты не просто задумались о переобувке своего железного коня, но уже даже сделали это. Однако многие уверены, что подобные меры преждевременны и ни к чему хорошему не приведут. О том, почему нужно ездить уже на летней или еще на зимней резине, мы спросили у самих водителей. Обещает погоду вроде еще холодную. Ну там пару дней, минус обещает. Поэтому мы только после холода поменяем. Бывает гололед, потому что... Ну да, конечно. То есть вы не боитесь заморозков? Нет, не боюсь. Раньше вообще шипов не было, без шипов я взяли. В целом как бы все просто. То есть если соблюдать скоростной режим. То есть как бы есть определенный скоростной режим там 40-60, то есть как бы все. Но в принципе как бы многие его не соблюдают и поэтому как бы случаются аварии. Впрочем, если руководствоваться буквой закона, менять резину можно не спешить. Согласно ПДД и техническому регламенту колесных транспортных средств, надевать летние покрышки необходимо с начала июня. Хотя тех, кто вовремя не переобуется, штрафовать не будут. Административная ответственность предусмотрена лишь за использование лысых или неодинаковых шин. Она предусмотрена перечнем неисправности, при которых у нас запрещена эксплуатация. Если протектор шины менее 0,8, это на мотоциклах, и менее 1,6 миллиметров, это на автомобилях, то соответственно такой водитель у нас привлекается к административной ответственности по части 1 ст. 12.5 Кодекса административных правонарушений. Штраф в размере 500 рублей. Когда сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль, для того, чтобы водитель привлечь к административной ответственности, он просто берет линейку и с помощью линейки замеряет высоту протектора шины. Впрочем, то, что летнюю резину в дальнейшем не стоит эксплуатировать, можно понять и без специальных измерительных приборов. Есть несколько визуальных признаков, по которым можно выявить некачественную покрышку. О них сейчас нам расскажет специалист шиномонтажной мастерской Вячеслав. Вот покрышка, которая износ больше 90%. Нет протектора, она полностью истерта. Вдобавок ко всему, у нее есть трещины. Ее устанавливать нельзя, так как лысая покрышка, как правило, она не держит хорошо дорогу и асфальт. Особенно это видно во время дождя и сырой погоды, так как может произойти аквапланирование, и машина пойдет за нос. Вот у нас еще один пример летнего колеса, которое также не подлежит установке на автомобиль. Из-за этой грыжи машина будет ехать неровно, ее будет трясти. Если же вы уже убедились в надлежащем состоянии своих шин или приобрели новые, то с их установкой не стоит затягивать. Так как летняя резина по сравнению с зимней на сухом асфальте позволяет гораздо лучше держать сцепление из-за отсутствия шипов и более твердых материалов. Говорит Вячеслав, если же по стечению обстоятельств или из-за резкой смены погоды вам встретиться на дорогах гололед, успешно преодолеть его можно и на покрышках без шипов. Главное следовать нескольким важным советам. Главное главное не тормозить, не пугаться и просто пытаться рулем что-то сделать. Основное это руль. То есть если вы с рулем дружите и автомобиль чувствуете, первое что у вас должно в голове быть это руль. Вы должны всегда протектор шин держать на дорогу. То есть он всегда у вас должен быть направлен туда куда вы хотите. И в этой ситуации не надо больше крутить. Если вы начнете вращать еще больше, вы просто усугубите. И когда со льда автомобиль прыгнет уже на твердое покрытие, на хороший зацеп, то куда у вас направлены колеса, туда автомобиль и кинется. Тем же, кто хочет подстраховаться и избежать опасных ситуаций на дорогах, специалисты советуют не торопиться со сменой шин. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается снег и падение температуры до минус 10 градусов в ночное время. Кирилл Диев, Константин Старков, телекомпания «Ветта».